Дерь Спильгель, Германия, новая гонка ядерных вооружений Кристоф Зайдлер Дерь Спильгель, Германия 21 августа 2019 года Нечасто российское правительство пользуется инструментами базисной демократии, поэтому интернет-опрос, который Кремль устроил в прошлом марте, был чем-то изрядовон выходящим. Владимир Путин публично похвастался новыми образцами высокотехнологичного оружия и разрешил заинтересованной общественности определить, как они будут называться. Нужно было подобрать название для лазерной системы, призванной сбивать самолеты и ракеты, для беспилотного подводного аппарата с атомным оружием на борту и для крылатой ракеты с ядерным двигателем. Фаворитом для последнего вида вооружения с небольшим отрывом оказалось название «Буревестник». После успешного онлайн-опроса гордая птица также быстро исчезла с радаров общественности, как и появилась там. Но вот теперь она уже 10 дней не исчезает из новостных выпусков информационных агентств мира. Предположительно во время испытаний системы «Буревестник», известный в НАТО под названием «ССЦ-Х9 Скафал», на плавучей платформе севернее «Нионокса» на северо-западе России произошел взрыв, при этом погибло как минимум 5 человек, и на какое-то время в регионе был зафиксирован повышенный уровень радиации. Действительно ли взорвалась ракета «Буревестник» и что именно произошло, неясно до сих пор. Кроме крошечных количеств радиоактивного йода, обнаруженных одной из норвежских измерительных станций, иных радиоактивных частиц за пределами России зафиксировано не было. Инцидент в России может стать вехой в новой глобальной гонке вооружений. Несмотря на это, взрыв у поселка «Нионокса» можно рассматривать как явный знак того, что мир стоит на пороге новой ядерной гонки вооружения. Россия могла испытывать новое вооружение, способное доставлять и ядерные боеголовки, при том невиданным доселе способом. Речь идет о крылатой ракете с ядерным двигателем, которая может оставаться в воздухе сколь угодно долго и которую не способны сбить противоракетные системы противника. Так утверждает Кремль. «Мы уже начали гонку ядерных вооружений», так прокомментировал политолог Карла Мазала, Чарла Масала, из Мюнхенского университета Бундесвера вербальную пробу силы обоих государств. По его словам, за последние два года Россия не провела ни одного учения без ядерной составляющей. США также обновляют за миллиарды долларов свои ядерные вооружения. При этом страна целенаправленно делает ставку на более мелкие, так называемые тактические, образцы атомного оружия. Первый образец боеголовки W-76 2 весом всего 164 килограмма будет пригоден к использованию в обозримом будущем. Критики высказывают опасения, что небольшие боезаряды снижают порог сдерживания первого ядерного удара, потому что последствия кажутся контролируемыми. Сторонники же подобного оружия считают, что малые боезаряды позволяют проводить более гибкие военные операции и тем самым делают ядерные устрашения более действенным. В том числе и размещенные на немецкой авиабазе в Билхеле и атомные бомбы США, свободно падающие бомбы И-61-3-4, будут в скором будущем заменены на новую модель В-61-12. Решение об этом было принято еще администрацией Обамы. Гиперзвуковое оружие будет готово к использованию всего через пару лет. Особый риск несет в себе тип оружия, над которым работают оба этих государства, а также такие страны, как Франция или Китай, так называемое гиперзвуковое оружие. Оно перемещается к цели со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, оставаясь при этом управляемым. Оно может доставлять боеголовки быстро, не оставляя никакого реального шанса на его отражение. Если данное оружие действительно работает, то это полностью расшатает стратегическую стабильность, предостерегает политолог Мазала. По его словам, пройдет еще три года или пять лет, оно станет пригодным к применению. Мы неумолимо движемся к такой фазе ядерной гонки вооружения, когда значение будет иметь не столько масса, сколько класс вооружения. В годы Холодной войны ядерное устрашение заставило супердержавы договариваться о заключении договоров о контроле над вооружениями. Иначе гонка вооружения стала бы обходиться слишком дорого. Но теперь в защитном балу международных соглашений образовались глубокие трещины. Россия и США только что вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, ДРСМД. Утрата ДРСМД делает продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений особенно важным, предостерегают эксперты критически относящиеся к гонке вооружений Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. Но есть серьезные сомнения в том, что обе стороны действительно заинтересованы в сохранении договора о стратегических ядерных вооружениях, срок действия которого истекает в 2021 году. Отсутствие интереса Китая к участию в режиме глобального контроля над вооружениями дело осложняется еще и тем, что все прежние соглашения не касались таких стран, как Китай. Ядерный мир как был, так и остается двухклассовым обществом, говорит Оливер Майер, Оливер Мейер, заместитель руководителя группы по исследованию военной политики Фонда наука и политика в Берлине. Малые атомные страны, к ним относятся и Китай, подают большим державам сигналы, что их нужно иметь в виду, прежде чем начнутся переговоры о многостороннем контроле над вооружениями. Такие страны, как Индия и Пакистан, также не проявляют интереса к контролю над вооружениями, им атомное оружие нужно для взаимного устрашения. В последнее время отношения между этими двумя странами из-за разделенного Кашмир сильно ухудшились. Израиль до сих пор официально не подтвердил, что обладает атомным оружием. У Северной Кореи оно есть, но она не хочет с ним расставаться, как того требует США. Вместо этого страна продолжает проводить испытания ракет. Иран также грозит дальнейшей разработкой ядерного оружия в конфликте вокруг ядерной сделки с США. На фотографиях со спутников видно, что правительство страны в ближайшие дни запустит ракету, о которой официально заявлено, что она выведет на орбиту гражданский спутник. Примечательно, что и Саудовская Аравия, смертельный враг Ирана, также проявляется большой интерес к ядерной технологии, правда, с одобрением при поддержке США. Попытки установить контроль над вооружениями также затрудняются некоторыми современными ведущими политиками. Как минимум в четырех ядерных странах, в США, России, Индии и Пакистане, у власти сегодня находятся популисты, говорит Майер. Громогласные любители поиграть мускулами из главных политических ведомств пока не испытывают желание разоружаться. Стрелки на часах судного дня, на которых журнал булетинов ТАТОМИЧИНТИС оценивает опасность всемирной катастрофы, из-за сложной ситуации в области контроля над вооружениями показывают без двух минут двенадцать. Буревестник останется на земле. Без двух минут двенадцать, столько символические часы показывали только однажды, в 1953 году в разгар Корейской войны. В тот момент США только что провели испытание своей первой водородной бомбы. Советский Союз также усиленно работал над созданием аналогичной техники. Полетит ли когда-нибудь российская крылатая ракета с ядерным двигателем, пока не ясно. Согласно данным американских спецслужб, несколько испытаний закончились неудачами. США уже занимались подобным проектом под названием Плутон в 50-е и 60-е годы, но затем работы были остановлены. Поскольку подобный летательный аппарат во время полета оставляет за собой радиоактивный след, было решено отказаться от дальнейших испытаний. Возможно, та же судьба ждет и буревестник, и он останется на земле. Как предполагает военный эксперт Эйчай Сатон, Исутон, российские военные могли испытывать у Нионокса совершенно другое оружие, и это не лучшая новость. Сатон не исключает, что могла быть протестирована снаряженная несколькими атомными боеголовками мегаторпеда Посейдон. Это еще одно из представленных Путиным в последнее время чудо вооружений. Ее прозвище – машина апокалипсиса. Краткие выводы – США, Россия и другие ядерные державы усиленно вкладывают деньги в военные арсеналы. В то же самое время международный контроль над вооружениями ослабевает. Эксперты исходят из того, что будет трудно включить в систему контроля, такие государства, как Китай. Ситуация осложняется возникновением совершенно новых типов вооружения, таких, как гиперзвуковое оружие. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.